Конечно же, тревожит то, что делают Соединенные Штаты и их ближайшие союзники в отношении Венесуэла, грубо нарушая все мыслимые нормы международного права и, по сути дела, взяв открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране. Ну и дополнительно сегодня же поступила информация о том, что санкции применены к венесуэльской нефтегазовой компании, ПДВСА, к ее североамериканскому филиалу Ситго. При этом, что лишний раз подчеркивает цинизм происходящего, американские компании, которые работают в Венесуэле, из режима санкций исключены. То есть хотят и режим сменить, и еще из этого поиметь прибыль. По нашим данным, руководители этого оппозиционного движения, которые объявили о двоевластии, по сути дела, получают указания из Вашингтона не идти ни на какие уступки, пока режим не откажется от власти тем или иным способом. И мы вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будем делать все, чтобы поддержать правительство, законное правительство президента Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле. Продолжение следует...